В прошлый раз стал доказывать тему Шаудера Тихонова о том, что непрерывное отображение выпуклого компакта в себя, в локальную выпуклом пространстве и неподвижную точку. Я с тех пор нашел более простое доказательство, так что сейчас мы докажем по-другому. Я напомню, в прошлый раз мы доказали для подможества Гильбертова Куба. Я имел в виду русское доказательство, вы можете прочитать его в книжке Данфорда Шварца, в которой любой выпуклый компакт более-менее отображается в Гильбертов Куб. Конечно, взаимодостаточно отобразить не получится, но можно схитрить и построить нужное отображение. Мы докажем, что утверждение даже немножко более сильное и более просто. Такая циарема. Сформулируем. Пусть X локально выпуклое пространство. А в X, то, что называется почти выпуклое множество, даже не надо выпуклости требовать, можно ослабить это. Сейчас я скажу, что это значит. КВА – это компакт, он уже необязательно выпуклый. Так, и Т из А в К непрерывное отображение. Тогда Т имеет неподвижную точку. Я не буду писать скобки у отображения Т. Но это не означает, что оно линейное. Оно просто непрерывное. Это равно А. Значит, такое почти выпуклое. Это вот что означает. То, что для любых точек X1, Xn из А, для любой окрестности нуля В существуют точки затыта из X и T плюс В такие, что выпуклая оболочка этих самых затытых вся лежит ВА. То есть их можно немножко подвинуть так, чтобы выпуклая оболочка лежала, а сама она может и не лежать. Ну, естественно, выпуклое множество является почти выпуклым. Но не обязательно. Даже на плоскости вы можете, например, взять... Нет? Не понятно, да? Сейчас я подумаю. Ну, да. Ну, вы, например, можете взять квадрат открытый и его вершины. Это будет не выпуклым множеством, потому что такой отрезок не лежит. Но, естественно, оно будет почти выпуклым, потому что можно всегда эти X-ы немножко сгоматизировать относительно центра, они упадут внутрь квадрата, а там уже выпуклая оболочка лежит. Так что даже на плоскости это не то же самое, что выпуклая. тем более локальным буквам пространства. Так, ну и давайте доказывать. Значит, доказывать мы будем так. Значит, во-первых, мы докажем сначала такую лему, что лему, предположим, что для любой окрестности нуля я так буду писать, окрестность нуля V существует так называемая V-точка. Это точка X из A такая, что TX минус X лежит в V. То есть она является неподвижной с точностью до окрестности V. Тогда ну это в рамках предположения, да, нам нужно то, что область лежит в компакте. Тогда выпуклой здесь ни при чем, а вот то, что область лежит в компакте, при чем. тогда существует неподвижная точка. Это такая стандартная, топологическая на самом деле лемма. Ее... Что? Значит, ну да, вот V-точка это такая, что TX равно X точно сюда окрестности V. тогда существует просто неподвижная. Ну, то есть тут как бы что хочется сделать? Вот если бы у вас, например, пространство, если бы у вас была счетная база, вы бы просто взяли там последовательность окрестностей, которые все исчерпывают, для каждой взяли бы свою точку, у T, X и T взяли бы сходящуюся подпоследовательность, тогда X и T сходилось бы туда же, и это было бы неподвижной точкой. Ну, мы так вообще говоря не можем сделать, потому что у нас нет учетной базы. Это можно решать разными способами, можно воспользоваться так называемыми обобщенными последовательностями. Я так понимаю, что у вас их не было, да? Ну, если не было, то мы сейчас специально ради этого заводить не будем, а докажем немножко по-другому. Ну, смотрите доказательства Леммы. Ну, предположим, то, что давайте, первый случай, существует точка X из K, такой, что в любой окрестности X и для любого V, ну, давайте любую окрестность X назовем U, и для любой окрестности нуля V существует V точка F из U. То есть в любой окрестности X найдется V точка для любой V. Тогда я утверждаю, что X неподвижное. Ну, предположим, что TX не равно X. Ну, то есть TX минус ну да, TX не равно X. Ну, тогда TX минус X не равно нулю, то есть оно отделяется от нуля некоторой окрестностью, да? Кроме того, наше пространство Холсдорфова, поэтому у X и TX есть непересекающиеся окрестности. ну и можно считать, что они имеют вид X плюс U TX плюс U не пересекаются. Так, Ну, это, на самом деле, здесь будет U1, U2, но мы рассмотрим их пересечения, будет так, чтобы много букв не заводить. теперь мы рассмотрим окрестность W, тоже окрестность нуля, такая, что W плюс W лежит V, на всякий случай симметричная, потому что мне, может быть, понадобится минус, но такая тоже есть. Ну, надо пересечь ее с минус W, мы это делали сто раз уже. Так, ну и тогда давайте рассмотрим в множестве X плюс W. А, да, кроме того, найдем по непрерывности такую окрестность X, что ее T переводит в окрестность TX плюс W. Значит, теперь рассмотрим еще одну новую окрестность T от X плюс W 1 содержится в TX плюс W1. TX, извиняюсь, так мы не можем, естественно, считать. Вот так вот. В окрестности точки TX это открытое множество, его право бы с открытой, поэтому он содержит точку X, значит, содержит некоторую окрестность точки X. вот. Ну и это W1 снова пересечем с W, поэтому будем считать, что W1 тоже содержится в W. Вот, того, что мы заменим на пересечение, это свойство сохранится, естественно. так, кажется, уже нормально. Теперь давайте в этом X плюс W1 найдем W1 точку. Это будет W1 точка. По предположению это можно сделать, да, в любой окрестности X, есть какая угодная точка, в смысле для любой окрестности. Ну, что это означает, да, то, что TY минус Y лежит в W1, W1. То есть, таким образом получается TY лежит в Y плюс W1, что лежит в свою очередь в X плюс W1 плюс W1. W1. Так, а с другой стороны, поскольку точка лежит здесь, то TY лежит вот здесь, правильно? С другой стороны, TY лежит в TX плюс W. W1. X плюс W1 плюс W1. W1 это подможество W, значит, это содержится в X плюсу. Это тоже содержится в X плюсу, потому W1. W1. Ну, противоречие. Так, ну хорошо, это первый случай, если нашлась такая точка накопления. Ну, в такой случае такая точка не нашлась. в такой случае не существует такой точки. То есть, это означает вверх на обратное, то есть, для любой XSK с троим отрицания существует окрестность UX такое, что в X плюс UX нет, допустим, снова UX точек. Ну, вообще говоря, это разные какие-то окрестности, но мы можем снова их пресечения рассмотреть. Так. Ну, кроме того, мы можем в этой окрестности поместить что-то типа W плюс W, поэтому пусть значит WX плюс WX содержится WX. Ну, хорошо. Ну, теперь настала пора воспользоваться компактностью. Вот, рассмотрим окрестности X плюс WX вот такие окрестности X и SK они, ясное дело, покрывают K. окрестности WX. Так. Ну, значит, существует конечное подпокрытие. K содержится в объединении и от единицы до N X и T плюс WX и T. Так. Ну, и давайте посмотрим, как бы у нас могла выглядеть, ну, давайте рассмотрим, естественно, пересечение этих как и снастей, как всегда делают. W это будет пересечение WX и T. Посмотрим, где у нас может быть W-точка. Ну, вот так, пусть X это W-точка. Она должна быть. Так. Ну, давайте смотреть. Значит, что такое W-точка? Это означает то, что TX минус X принадлежит W. То есть TX принадлежит TX минус W. Ну, да, у меня окрестности все... Дайте еще пересечь с минус вот это, чтобы она симметричной была. хорошо. Вот. Ну, или можно эти, если бы вы считать симметричными, а можно в любой момент все сделать симметричным, все окрестности. Пусть X лежит в TX минус W, значит, лежит в K минус W. W. Так. Правильно. Значит, X лежит в K минус W. W. Ну, давайте посмотрим. K лежит вот в этом, в свою очередь. Поэтому получается, что X лежит в X и T плюс W X и T минус W W для какого-то I. Правильно? Так. Ну, у нас минус W, в свою очередь, содержится в W X и T поэтому это лежит в X и T плюс W X и T плюс W X и T лежит в X плюс W X и T лежит W X и T плюс W X и T правильно? Так. Ну, W X и T плюс W X и T нет даже W X и T точек. Тем более это множество оно у нас содержится, естественно, W X и там это противоречие. Итак, здесь в этом множестве нету даже точек хороших для окрестности у X и T и тем более для окрестности W, которая в ней содержится. Ну, все, доказали эту скучную топологическую лему, но она позволяет все доказывать срочностью до окрестности. Это полезно. Так, ну, хорошо. Давайте продолжим. Так, теперь доказываем что с теорему, то есть сводим ее к Лемену, то есть доказываем то, что для любой окрестности V, значит, фиксируем V и ищем V-точку. Так, ну, как обычно, пусть у нас W симметричная окрестность нуля, такая, что W плюс W содержится в сумме. Это какая-то конструкция, которая заменяет для линейных топологических пространств там шар 2 разоменьшего радиуса. Мы ее все время поэтому используем. Ну, хорошо, вот рассмотрим такую окрестность. Так, ну, предположим, то, что у нас, предположим, то, что нету V-точек. V-точек нет. Ну, это означает то, что ну, да, то, что нет, то есть Tx-X всегда лежит вне окрестности V. Но, опять, покроем компакт-H окрестностями вида x-e-t плюс W. Вот так мы можем сделать правильно x-e-t конечным количеством. Так, ну, воспользуемся почти выпукостью. Мы скажем, то, что у нас z-e-t лежит в x-e-t плюс W-a и выпуклая оболочка z-e-t вот их всех, она лежит в нашем A. Поэтому я могу отображение T сужать на эту выпуклую оболочку. Так, ну, я, как бы, все стараюсь свести конечномерный теоремия. Давайте на всякий случай скажем, что здесь сумма, не знаю, 4-х, W-a лежит в W. Это что-то мне стало касаться, что мне понадобится больше одного. Что пускай так. Видимо, на самом деле хватит 3-х, но лучше перестраховаться. Хорошо, пусть z-e-t лежит здесь. Так, пусть L-это линейная оболочка z-e-t это конечномерное подпространство. Ну, и выпуклая оболочка z-e-t там, это многогранник выпуклой какой-то размерности, да, для него верна обычная тема шаудера. Я напомню, что мы доказывали, что топология индуцированная на конечномерном пространстве совпадает со стандартной топологией, которую там можно ввести. Так, я хотел бы, грубо говоря, применить CIM-у, обычную шаудера, к выпуку оболочки этих z-e-t их, но есть проблема, то, что отображение T, оно не переводит эту букву оболочку в себя. Поэтому мы немножко для другого отображения построим, а именно мы сделаем так. Вот рассмотрим такие множество F-1 от x и t плюс w от дополнения, короче, ну, я не знаю, дополнение обозначалось чертой или нет, короче, дайте обозначим. Это имеются в виду точки, которые не лежат, ну, давайте напишем, что это множество таких z, то, что F от z, не F от t, извините, t. t в минус 1, tz не лежит в x и t плюс w. Давайте это множество обозначим c и t. оно, естественно, замкнутое, ну, потому что это прообраз под действием непрерывного отображения замкнутого множества. Так, и оно не пусто, да, потому что у нас x и t не является w-точкой, поэтому t x и t не лежит в x и t плюс w. Вот, так, то есть x и t принадлежит c и, давайте запишем это. Кроме того, заметим то, что эти множества замкнутые, они не имеют общей точки. Ну, действительно. Предположим, то, что z принадлежит всем циитам, но тогда tz не лежит ни в одном из этих множеств. Ну, а где она тогда лежит? потому что это содержит k противоречие. Да? Таким образом, эти замкнутые множества не имеют общих точек. я рассмотрю, давайте выпукрую оболочку затытых, я обозначу как-нибудь, но m от слова многогранник русского. m, напомню, лежит vl. Так, я рассмотрю такую функцию. Значит, давайте f ее обозначим. f на f z z у меня будет действовать. f от z равняется сумме расстояний от z сейчас я объясню, что такое расстояние. c и пересечь с l делить на сумму этих расстояний. на затыты. Что? Изм, извините. Вот. Значит, давайте смотреть, что здесь написано. Во-первых, такое расстояние. Я сказал, что моя топология эдуцирую стандартно, значит, она задается некоторой нормой, и вот расстояние имеется в виду по этой норме. То есть, я на l завожу себе норму, которая индуцирует ту же самую топологию. Это я имею право. Так, теперь, что здесь написано? Поскольку мы договорили, что эти цииты не имеют общей точки, каждая точка z в одном из них не лежит. Верно? Поэтому для каждой точки z одна из этих расстояний строго положительная. это замкнутые множества в конечномерном пространстве. Если за этим не лежит, то расстояние положительное. Что? Что? Чего? Что такое? Ага. Вот. Таким образом, эти расстояния, они определены. да, каждая циитая 54 даже не пусто, потому что, потому что, Наверное, затыта тоже лежит в циитам. Ну, потому что затыта, нет, это не очевидно, да? Нет? Интересно. Затыта лежит. Нет, про затыта непонятно, да? Ну, хорошо, неважно, расстояние до пустого множества будем просто считать равным нулю. В любом случае, для любого z есть не пустое такое множество. Сейчас, секунду. Сейчас я пойму, нет, мне нужно откинуться, чтобы они были не пустые. Сейчас. Давайте поймем то, что z лежит в циитам. z не лежит в циитам, да? Ну, предположим, что у вас tz лежит в x-итам плюс w, ну, правильно, тогда оно лежит x-ит лежит в z-итам минус w, а w симметрична, в этом плюс. Ну, тогда это получается z-ит в точка, да? Итак, если z-ит лежит в циитам, то тогда мы так получаем, да? То, что z-ит лежит в x-ит плюс w лежит в z-ит плюс w плюс w если z-ит не лежит в циитам. Вот, если не лежит, то тогда здесь вот принадлежность наоборот, поэтому вот так, ну, то есть z-ит является v-точкой, а у нас их нет противоречия. поэтому z-ит лежит в циитам, не только x-ит, но и z-ит, но оно также лежит в l, поэтому это множество не пусто, поэтому все нормально, можно считать расстояние. так, хорошо, и каждая z в свою очередь в каком-то не лежит, поэтому одно из расстояний не равно нулю, поэтому их сумма всегда не равна нулю, поэтому на нее можно делить. Это будет неприемная функция. Так, ну, вроде разобрались с тем, что здесь написано. Эти коэффициенты дают сумме 1, потому что они так специально сделаны, поэтому то, что справа написано, это руку как комбинация z-ит, поэтому она лежит в m. Таким образом, это действительно отображение z в m, и оно непрерывное. и от 1 до n. Непрерывно. Прекрасно. Следовательно, у него есть неподвижная точка. Давайте посмотрим на его неподвижную точку. я так люблю вот это всегда. Так, смотрим на неподвижную точку отображения z. Вот, дайте я здесь продолжу писать. Так, предположим, что f от z равно z. посмотрим на то, какие из этих коэффициентов положительные. То есть, рассмотрим множество индексов i. Ну, не умоляю общности, это индексы там от 1 до k. расстояние от z до c и t и сеть цель больше нуля. Ну, а для i больше, чем k, это расстояние равно нулю. может быть, таких и нет. Или таких и так не может быть, в коем-что вроде, но ладно, короче, не важно. Рассмотрим только те, для которых оно больше нуля, такие и есть. Так, итак, f от z равно z. Давайте эти коэффициенты соответствующие обозначим альфа и t, тогда мы получаем то, что z равняется f от z равняется сумме по i от 1 до n альфа и t z и t. Так, а что означает, что это расстояние больше нуля? Ну, из этого следует по i от 1 до k, простите, да, я за k обозначил количество ненулевых коэффициентов. раз это расстояние положительное, значит, z не лежит в c и там, правда? То есть, tz лежит в x и t плюс w. Ну, значит, лежит, давайте напишем z и t плюс w плюс w. правильное. Так, ну, теперь давайте это включение умножим на альфа и то и просуммируем. Значит, ну, слева мы получим tz, потому что сумма альф единица, а справа мы получим, так как это выпуклая окрестность, прошу прощения, я забыл сказать, что выпуклая, да, естественно, я до сих пор нельзя не пользовался окальной выпуклостью, а надо. Вот, можно взять выпуклую. Тогда tz будет лежать в сумме альфа и tz и плюс w плюс w, правильно? Ну, потому что выпуклая комбинация элементов отсюда, она снова лежит здесь. Хм, это z плюс w плюс w. Посмотрите-ка, как противоречие. У нас таких точек нет. да. Во, хорошо. Ну, видите, даже там не нужно было четыре раза, оказывается, это я перестраховался. Вот, хватило двух. Вот такое доказательство. Ну, прекрасно. Так, вот доказали такую циему, она имеет множество применений и обобщений. Вообще, нелинейный анализ, он в значительной степени построен на темах и неподвижных точках. Если нам надо доказать существование решения какого-то луховнения функционального, то можно попробовать свести это к той или иной теме неподвижной точки, ну, например, к равнению вида Та равно А, где Т компактное отображение почти выпуклого пространства. Так, ну, хорошо. Ну, вот сейчас мы применим это к замечательной теореме Романосова. Эта теорема относится к проблеме инвариантного подпространства. Проблема такая, вот если у вас есть оператор непрерывный в топологическом векторном пространстве, ну, пусть даже в Банаховом или Гильбертовом, и вы хотите найти у него инвариантное подпространство, чтобы на него судить и вести индукцию или что-то вроде этого. ну, короче, это очень естественный и важный вопрос, существует ли инвариантное подпространство. Ну, естественно, в вещественном случае не существует даже на плоскости, да, у поворота на 90 градусов нет инвариантного подпространства, нет реального. А в комплексном случае у конечномерного линейного оператора всегда есть собственный вектор, как вы знаете, который даст вам одномерное инвариантное подпространство. Эти много занимались, в том числе великие люди, видимо, первый результат в этой области принадлежит фон Нейману, который доказал, что у компактного оператора в гибертовом пространстве всегда есть инвариантное подпространство. Потом это было доказано для банаховых пространств. В какой-то момент великий шведский математик Перен Фло построил пример оператора в банаховом пространстве ограниченного, у которого инвариантов подпространства нет. После этого этот пример у него была сложная конструкция, ее все долго пытались понять, понимая, пытались упрощать, что-то научились улучшать, например, известные такие операторы в пространстве L1-маленькое. Но что неизвестно, например, это неизвестно в Гильбертовом пространстве до сих пор. Такой простой вопрос. Если ограниченный оператор в Гильбертовом пространстве, обязательно для него есть нетривиальное, отличное от нуля и всего инвариантное подпространство. Это неизвестно. Неизвестно даже такое. Если А ограниченный оператор в банаховом пространстве, верно ли, что у А со звездочкой есть инвариантное подпространство. Ну, нет вероятное. То есть для операторов, которые являются сопряженными, это неизвестно. Ну, в частности, это неизвестно в Гильбертовом пространстве, если вы докажете это, то вы докажете Гильбертовое пространство, потому что там любой оператор является сопряженным. Хорошо, вот это вопрос. Видимо, один из самых известных, вообще признанно важных вопросов в теории банаховых пространств. Виктор Романосов доказал удивительно просто, сейчас мы это увидим, общую теорему, которая работает даже в локальных упаковых пространствах, чего до того не было, по-моему, даже для компактных операторов, в которой он доказал существование нитериального инвариантного подпространства для операторов, коммутирующих с компактным. До этого с помощью какой-то науки, кажется, с помощью нестандартного анализа, было доказано для операторов полиномиально компактных, то есть у которых какой-то многочлен от них компактен, и тоже в банаховых пространствах. Вот. И мы сейчас докажем следуя Ломаносову в локально выпуклом любого оператора, коммутирующего с компактным. Мы докажем даже немножко больше. Значит, все ремы звучит так. Пусть Х в локально выпуклое пространство, А не скалярный, ну на С, естественно, допустим. А не скалярный оператор, ну да, и не одномерный, да. А не скалярный оператор ограничен, а не скалярный непрерывный оператор в Х, линейный. Мы будем применять нелинейную ТМ у Шаудера-Тихонова, но к задаче из линейного анализа. А не скалярный непрерывный оператор в Х. И предположим, то, что существует ненулевой компактный оператор, такое, что А коммутирует с Х. Ну, компактный оператор, это оператор, у которого замыкание образа некоторой окрестности нуля компактное. Я, кажется, определял банах в пространстве, и это локальное выпуклое определение, естественно. Давайте я здесь его напишу. Ну, в банах в пространстве это определение совпадает с обычным, да? Потому что образ шара предкомпактен. Так, ну хорошо. Так вот, тогда существует Y содержится, но не равно в Х замкнутое подпространство. Да, когда я говорю про подпространство, естественно, я имею в виду замкнутые. Потому что не замкнутые, но легко построить. Возьмите любой вектор, его орбиту и ее оболочку формальную, линейную. То есть, без пределов. Просто конечные линейные комбинации. Но вы получите инградное подпространство, оно будет неполным, и, значит, будет не совпадать с нашим. Это неинтересно. Интересно переходить снова к банаховым подпространствам. Ну или, в этом случае, к замкнутым. Замкнутое подпространство. Такое, что Y инвариантно для всех операторов, коммутирующихся. А. Ну, в частности, для А. Ну да, они содержатся в X и не равно нулю. Для всех операторов, коммутирующихся. Вот так. Ну, на самом деле, у нас просто А будет на Y действовать скалярное. Ну и тогда это очевидно, что Y, что оно инвариантно для операторов, коммутирующихся. На самом деле, мы получим вот это. На самом деле, на Y действовать скалярное единичный оператор. Так, ну давайте сделаем перерыв, потом перейдем к доказательству. Так, ну хорошо, давайте доказывать АЭМу. Доказательства. Вот предположим, что мы смогли найти такой оператор К, у которого есть ненулевой собственный вектор. Ну, на самом деле, давайте я пишу собственным числом 1, да. Ну, просто, потому что иначе, умножить это К на комплексное число подходящее. С другой стороны, мы ровно такое и найдем. Так, предположим, что К... Если мы будем искать другие операторы, как коммутирующиеся, и найдем среди них такой. Так, предположим, что компактный оператор К имеет ненулевой собственный вектор. Даже, вот, неподвижный вектор. Так, ну, рассмотрим тогда пространство всех Х, таких, что КХ равно Х. Ну, это замкнутое подпространство. Ну, и оно, ясное дело, конечномерно, потому что иначе К не был бы компактным. Это упражнение. Вот. Ну, это нуждается в каком-то там доказательстве. Мы доказывали такие вещи для банных у их пространств. Ну, для локальных выпуклых, да, верно, то же самое. То, что бесконечномерное... Ну, потому что вот в этом пространстве, если вы на него сузите на это бесконечномерное пространство ваше В, то у вас там получится, что, поскольку там k действует на этом пространстве тождественно, то вы получите, что в нем тождественный оператор компактен, и мы доказываем, что это только в конечномерных. Локально-компактный пространство только в конечномерных. Хорошо. Итак, оно конечномерное. Давайте назовем его L. Сузим A на L. Значит, поскольку A коммутирует с k, то я утверждаю, что L инвариантная. Ну, действительно, вот умножим это на k, там AKX равняется AX равняется KAX. Ну, получается, что AX тоже лежит в L, если X из L. Таким образом, A действует на L. Ну, это конечномерное пространство. Найдем, где действует оператор A, значит, у него есть нитериальный собственный вектор. Значит, существует Y из L, не ноль. Такое, что AX равняется λY, где λ какое-то комплексное число. Так. Ну и поскольку наш оператор A не скалярный, это равенство выполняется не для всех вообще векторов в нашем линейном пространстве X. Ну, рассмотрим тогда... Ну, что там? A минус λI в минус первое от Y, то есть множество таких Z от нуля. Короче, ядро вот этого оператора, A минус λI, то есть множество таких Z, что AZ равняется λDZ. Значит, оно содержит Y, поэтому оно не состоит из нуля. Но оно при этом отлично от всего пространства. Ну и ясно, любой оператор коммутирующий SA, как из этой формулы следует, он переводит это пространство в себя. Поэтому вот в качестве Y оно вполне подойдет. Вот мы, да, здесь даже написали, как имена действуют на Y. Хорошо. Итак, это простой случай, и мы все к нему сведем. То есть мы найдем оператор коммутирующий SA, у которого существует нетривиальный собственный даже неподвижный вектор. Так, искать мы его будем с помощью хитрой Тиаемы. С хитрого применения, точнее, Тиаемы Шаудера-Тихонова. Так, давайте применять. Так, вот мы рассмотрим окрестность U, такую, что K на U, замыкание K на U компактно. Дальше, поскольку у нас оператор K не нулевой, это надо как-то использовать. Мы рассмотрим вектор Y, такое, что K на U не равно нулю. Так, и если это U умножить на большое число, то K на U, ну, пускай U симметрична, потому что я не хочу всеми думать U или минус U. Так можно считать, заменив U на пересечение U и минус U. Так, рассмотрим U, такое, что KU не равно нулю, U умножим на большое комплексное число. Тогда KU не будет лежать в замыкании KU. Правда? Ну, потому что это компакт в пересечении с прямой, проходящей через KU. Это тоже компактно прямой. Ну, поэтому он не содержит всю прямую. Ну, комплексная прямая, я имею в виду. Соответственно, если вы U на большое число умножите, то вы отсюда вылезете. Но иными словами, ноль не принадлежит KU плюс замыкание KU, что равняется K от Y плюс замыкание U. Так. Сейчас, секунду. Сейчас, ну, смотрите, у нас, может быть, не равняется. Сейчас, короче, я хочу сказать то, что K на замыкание U лежит в замыкании KU. Это очень сложно. Сейчас. Ну, да, ну вот рассмотрим K в минус первое от этого множества. Это множество замкнутое. Значит, K в минус первое от него тоже замкнуто, поскольку K непрерывен. И оно содержит U. Потому что U по действиям K переходит сюда. Значит, он содержит замыкание U. Поэтому вот здесь содержится. Правильно? Вот. Ого, хорошо. Окей. Так. Ну, наверное, на самом деле равно, но не важно. важно, что содержится. Вот. Хорошо. Вот эту вещь, Y плюс... А, ну, в общем, в общем, кажется, это неважно. Давайте здесь вот напишем замыкание, тогда здесь будет просто равно, очевидно. Это бы я просто сдвинул на KU. Хорошо. А так, а вот это Y плюс U. Вот. И это я обозначу за V. Это открытое множество. Это окрестность Y. Давайте нарисуем картинку. Вот это у вас 0, вот у вас Y, вот здесь вот у вас V. Итак, и K на V не содержит 0, но в частности V тоже не содержит 0. Так. Теперь пусть у вас R это множество операторов, коммутирующих с K. Мм. Сейчас я скажу. Да, значит, R, да, это алгебра операторов, коммутирующих с K. Ну, в частности, A лежит в этой алгебре, правильно? Сейчас я подумаю, может быть, надо рассмотреть вместо алгебры, порожденную A и K, потому что я в этой алгебре хочу найти оператор с нетривиальным собственным вектором. Тогда, чтобы дальше применить АМ, мне нужно, чтобы он коммутировался, с K и A, да? Ну, тогда давайте алгебру операторов, коммутирующих с K и S A. Можно просто алгебру, покражденную K и A, наверное, этого нам хватит. Ну, хорошо, давайте так. Алгебру операторов, коммутирующих с K и S A. Вот. окей. Ну, да, я слышу, что это алгебра, да. Хорошо, вот рассмотрим точку X из замыкания KV. Значит, вот замыкание KV у нас где-то есть, оно не содержит 0. это замыкание KV. Вот оно не содержит 0. Вот рассмотрим здесь любую точку X. Так, тогда я утверждаю, да, то, что существует оператор, не знаю, как его назвать, B из R, такой, что BX лежит V. Так, ну, почему это так? Ну, потому что в противном случае возможно два варианта, либо BX всегда равно 0, либо ну, если BX равно 0, то оно, сейчас, секунду, сейчас, да, смотрите, если BX всегда равно 0, то просто одномерное пространство, натянутое на X, является инвариантным для для этой алгебры, правильно? Так, первый, если BX всегда равно 0, всегда равно 0, то есть для любого B из R, то тогда C на X это будет инвариантное для B. Верно. Ну, а B у нас содержит все операторы коммутирующие САП, поэтому вот мы нашли инвариантное для всех операторов коммутирующих САП пространство, одномерное просто. И это не очень интересно. Так, хорошо. если же не так, то есть если же существует B такое, что BX не равно 0, то давайте рассмотрим множество BX, где B из R это линейное пространство, разумеется, потому что R алгебра стало быть линейное пространство. Если среди и оно ясно инвариантно относительно алгебры R. Это тоже ясно. Но если оно если в этом множестве, если в этом пространстве нету точек окрестности V, значит вы это какое-то открытое множество, то это означает то, что замыкание этого самого множества BX это множество не пересекается с этим открытым, значит его замыкание тоже не пересекается с этим открытым. Поэтому его замыкание получается не равно всему x. Кроме того, оно не равно 0, потому что вот у нас существует b, такое, чтобы x не равно 0. Ну и оно инвариантно относительно b. Относительно r. Ну, потому что у нас каждый оператор непрерывен, поэтому если он некоторое множество переводит в себя, то его замыкание он тоже переводит в себя. Это правильно? Сейчас, секунду. Значит, если... Сейчас. Каждый из них непрерывен. Это множество переходит в себя. Ну, предположим, что какая-то точка из замыкания перешла вне замыкания. Ну да, тогда в некоторой ее окрестности тоже надо переходить вне замыкания, потому что дополнение замыкания открыто. Ну, а раз она из замыкания, то в ее окрестности есть точки из r, они переходят в себя. Ну, вот так очень правильно. Что-то я дую на воду. Все нормально. Окей. Нашли инвариантное предпространство. А, ну, единственное, что... Да, конечно, то, что A здесь действует скалярно, это, я кажется, вам... Вас обманул, да? Оно просто инвариантное, а как действует A, это непонятно. Поэтому то, что на самом деле так, это неправда. На самом деле нет. Я забыл, что здесь используется такой аргумент с плотной орбитой. Да, это будет какое-то инвариантное предпространство, просто инвариантное, и все. Как там кто действует, непонятно. Так что я прошу прощения. Такого мы, конечно, не найдем. Ну, хорошо. Итак, тем не менее, мы поняли то, что для любого X существует такой B, чтобы X лежит в V, правильно? Это прекрасно. Ну, это вообще для любого неналевого вектора так, но мы берем вектора X из вот этого компакта. Так, ну, таким образом, по-другому я могу написать то, что X принадлежит B в минус первый V. Это открытое множество. Ну, и, как водится, я выберу конечное предпрокрытие. Скажу, что замыкание КВ, вот этот компакт, он может быть покрыт конечным количеством таких окрестностей. А от единицы до N, B и 3 минус первый V. Во. Ну, где B и 3 Z? Так, ну, давайте это я обозначу уитой эту отрезкость. То есть тогда B и Т, и уитой содержит все V. Так, ну, окей. Теперь, видимо, основная идея, хотя тут очень сложно сказать, что тут было самым сложным придумать, почему там потребовалось несколько десятков лет, чтобы появилось это доказательство, тем, как разнымные люди стали думать про инвентное подпространство. Короче, мы сделаем следующее. Это множество, оно покрыто этими уитами. Это компакт в холстдорфовом, холстдорфов компакт, значит, это нормальное пространство, поэтому есть подчиненное ему разбиение единицы по теореме Урессона, наверное, да? Вот, короче, значит, существует разбиение единицы, фиитая непрерывная на КВ, неотрицательная, равная нулю вне уитово, и сумма фиитых единицы, правильно? Во. Так, такое существует. Теперь я рассмотрю такое отображение хи большое от х равняется сумма фиитая от х аитая и х э, битая, извините. фиитая от х, битая и х. Но это непрерывное отображение на замыкании КВ, естественно. на замыкание КВ. Так. Ну, заметим, что это отображение непрерывное. Давайте посмотрим, куда оно действует. Ну, вот посмотрим на точку х, и давайте так же, как похоже это на то, как мы доказывали тему Шаудерова-Тихонова, пусть фи 1 от х и так далее, фи к от х положительное, а фи к плюс 1 от х и так далее, фи n от х равны нулеру. Заметим то, что сумма этих фиитых единицы, поэтому К какое-то число от единицы до n. Что означает то, что фи и т от х положительно, да? Это означает то, что х лежит фи и т от х положительно, из этого следует то, что х лежит в уитом, из этого следует то, что в и т от х лежит в В, правильно? в О. Таким образом, то, что здесь написано это выпуклая комбинация элементов В. Не правда ли? То есть все срагаемые с положительным коэффициентом, для них b и t и x лежит v Поэтому это выпуклая комбинация элементов v А v у нас была выпуклая окрестность нуля Если я не сказал выпуклая, то я имел это в виду Ну я не помню, короче, сказал или нет, но в общем можно, поскольку у нас пространство локально выпуклое, да, можно считать v выпуклым Потому что v существует выпуклая подокрестность Поэтому это все лежит в v Давайте где-нибудь допишем, где мы там говорили Где я там это v фиксировал Ну v это y плюс u, да, но соответственно u, значит, надо брать не просто симметричным, но еще и выпуклым Ну а, пожалуйста, комплексно, это может быть полезно даже абсолютно выпуклым Давайте на всякий случай абсолютно выпуклым Хорошо, короче, если надо, то добавим это свойство Сейчас разберемся Так Значит, я напомню абсолютную выпуклую, которая приходит сюда при умножении на комплексные числа, равные по модулю единицы Это аналог симметричности для комплексных пространств Так, окей Итак, получается то, что f от x лежит в v Тогда рассмотрим такое непрерывное отображение x, k, φ от x Что лежит, ясное дело, в k, v Это непрерывное отображение из замыкания k, v в себя, правильно? Значит, замыкание k, v это выпуклый компакт, верно? Ну, потому что v была выпуклая окрестность, k, линейный оператор Замыкание k, v компактно, ну, значит, да, но и оно выпукло Окей Замыкание выпуклого множества выпуклого, мы это доказывали Так, хорошо Так, это выпуклый компакт И у нас есть отображение из него в себя Так, так Что же из этого следует? Что у него есть неподвижная точка, правильно? Существует здесь такая точка x Что k, φ от x равняется x Это по теме Шаудера и Тихонова Давайте напишем, что такое k, φ от x равняется x Вот, значит, то есть x чему равняется? Сумма φ и Т от x, это какие-то числа при фиксированном x, да? На k, v и Т от x Сейчас, потому что я смотрю k, φ от x Так Окей, получается то, что x Есть неподвижная точка вот такого оператора Сумма φ и Т от x на k, v и Т Вот этот оператор от x Ну вот, у меня x фиксировано, это просто числа какие-то Поэтому это просто линейный оператор, да? Так, ну и он лежит в нашей алгебе, как видно Кроме того, он компактный, потому что Компактный оператор образует двусторонний идеал Это упражнение Простое То есть произведение компактного на непрерывный будет компактным Так Ну хорошо Ну и сумма компактных компактна, да? Ну, короче, это все как банных в его пространствах и доказывается так же Окей Получается, что x равняется вот этому Вот это компактный оператор Он лежит в нашей алгебре, то есть он коммутирует са x Его неподвижный вектор, и x не равно нулю, потому что нуля здесь нет, мы об этом позаботились Ну, вроде все получилось, мы свели к вот этому случаю То есть если в качестве К теперь рассмотреть вот этот оператор Ну вот, вводимся Все доказали Видите, довольно просто получилось А Эльцирема, ну, плюс-минус, самая сильная на этот счет, которая известна Там есть у нее какие-то усиления, но они, если честно, выглядят довольно техническими Хорошо Что касается конструкций Операторов без неподвижных точек, то они Хотя много раз упрощались, по-прежнему не очень простые То есть там можно разобраться, но Это будет каких-то усилий Не таких, как в то время, когда они были придуманы, но тем не менее значительных Поэтому мы их не будем разбирать Вот, хорошо Так, в принципе, есть еще 14 минут, но за 14 минут я боюсь, что я не успею ничего интересного доказать Видимо, это последняя лекция, потому что дальше уже засчетная неделя Субтитры сделал DimaTorzok